МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предупреждаемые записи часто не для детей. Иногда содержат ненормативную лексику, циничные кровавые фотографии. Вот такими словами сопроводил свой блог врач-ранематолог из Белогорска Владимир Шпенев. Я почитала блог «Довольно занимательная вещь» и уж не такая страшная. Несколько тысяч подписчиков. Сегодня в студии блогер Владимир Шпенев. Здравствуйте. Здравствуйте. Интересные записи, можно почитать и затягивает, что самое странное. Ваш блог с 2010 года существует. Как вас туда затянуло? Меня затянула обычная проблема всех врачей. Это недостаток финансовых средств. То есть за блог платят? Теоретически, в принципе, да. Можно сделать так, чтобы его монетизировать. Но для этого надо много работать. Но у вас посты каждый день, по-моему. День через день. Ну да, это каждый день. Это такой отчет о дежурстве, как правило. Ну, либо там сосед по гаражу, там что-то. У него произошел случай. Да, да, да. Ну, а все-таки это большая сумма? Нет, там, я, более того, я забросил это дело. Раньше я… Это выкладывание ссылок, записи о каких-либо продуктах. То есть за счет рекламного содержимого вроде как существует ваша творческая деятельность. Почему вы пишете, вот, раскрываете ли вы врачебные тайны какие-то? Ну, я, наверное, отчасти все-таки раскрываю врачебную тайну. Без имен и фамилий. Без имен и фамилий, без возраста. Иногда даже меняю пол. Вот, и раскрывая сам смысл, вот, просто показываю о нашем труде. Просто люди как бы привыкли, что люди ходят в белых халатах, там, огрызаются, там. Стереотип произвенчается. Стереотип, да, там, что наша работа, ну, непростая. Тем более врача-реаниматолога в работе никто не видит, кроме коллег. Немножко, да, приоткрывая дверь, как бы одним глазком взглянуть на наш труд. Я видела в ваших постах, как вы описываете, запущенные случаи, да, до вас они тоже доходят. Вот что запускают часто, чего можно было избежать? Ну, что-то из последнего. Обычно, знаете, у нас, будем прямо говорить, проблемы с алкоголизмом. И люди просто лечат свою боль, выпивая, и доводя ситуацию до абсурда. Говорят, лечат нервы, расширяем сосуды, да? Ну, да, там это, иногда даже, вот, привозят пациента, а он уже, там, 4 дня, у него дырка в желудке. Язва. Язва, она уже... Прободная. Прободная, вы правильно говорите. Вот, это всё изливается в брюшную полость. Боли дикие просто, ну, вот, называется, мы называем это кинжальными болями. Ну, человек, используя алкоголь, он обезболивается и доводит до тяжёлого, запущенного перитонита. Много таких людей? Много, да. Становится больше? Да, больше. Пожалуй, да, больше. С течением обстоятельств тоже вы встречаете внезапные вот такие, да, ситуации, когда человек жил и не знал, что вот наступит какая-то ситуация. Мы, люди, в общем-то, недообследованы, да, как говорят. Без диагнозов не бывает людей, просто надо обследоваться, проходить диспансеризации, там, вот, может быть, какие-то постоянные головные боли у человека бывают, там, и он, думая, что у него, там, давление, а может быть, параллельное давление, там, это сказывается, часто очень с аневризмами. Вот, и какие-либо экстремальные ситуации, ну, вот, в виде того, что, допустим, человек идёт через дорогу, да, задумался, и тут машина. Машина резко остановилась, человек в сторону, а давление скакануло 220, скакануло давление и лопнула аневризма, вот у нас была женщина, допустим. Это такой случай был реальный? Был реальный, да. И она умерла? И она погибла. Печальная история. Но большинство, я так понимаю, спасённых жизней? Ну, конечно, смертные всё-таки... Вы работаете, на самом деле. Вот ваши комментарии называются «спасённые жизни». Почему? Ну, это прикол просто. Ну, наверное, в этом есть какой-то смысл? Можно в настройках просто их поменять, там, что хотите. Но вы же закладывали какой-то смысл в эту фразу? Ну, это я изначально как вот заложил, вы заметили, что я, собственно, журнал свой никоим образом не изменяю, вот как он был там по виду осени, там. Вот он так вот и остался. Я думал там это поставить, какую-то там красивую картинку, там, что-то такое, там. Ну, мне нравится, я просто пишу, меня читают, и, в общем-то, пока неинтересно ничего не менять. А вот ваши записи, для кого они? Кто их читает? Вот я так смотрю, там есть совершенно профессиональные диалоги. Да, иногда помогают мне в этом смысле. Я иногда, более того, задаю вопросы в каких-то там тяжёлых ситуациях, может быть, непонятных. Вот я не считаю себя там каким-то суперврачом и, опять, сильно умным. Поэтому сообщество меня читает по всему миру. В разных странах, да? В разных абсолютно. Русскоязычное население? Да, русскоязычное, да, конечно. Вот, и очень часто мне помогает, ну, хотя бы хоть немножко развиться там в плане самопознания. Именно профессионального опознания? Да. А пациенты, вы же описываете пациентов, вот, которые сегодня лежат там, вчера, да? То есть это такие записи с дежурства, я бы их назвала иногда. А они узнают себя? Вот были у вас такое, что вот, а, я читала там, у меня всё хорошо, вы пишете, да? Или они никак не попадают на вашу страницу? Был ещё суд, я так знаю, потому что это очень сложно, на самом деле. Вот блоги, да, это информация размещенная. Вот тот же случай с селфи в операционной. У вас нет фотографий? Ну, я себя, конечно, сейчас немножко обезопасую. Раньше... Ну, был суд вот в истории, да, вашей? Да, была у меня такая история. В истории у нас ребёнок лежал, пятилетний ребёнок, девочка. И вы сфотографировали, да? Да, я просто, надо было помочь ей. Мама... Ну, мама живёт в деревне, девочкой особо не интересовалась. Вот, а я... Ну, мне так как-то порекомендовали, что есть возможность ей помочь. Вот, ребёнку. Я написал на сайте. Потом из Санкт-Петербурга подключились люди, которые... Была возможность отправить девочку в Германию, либо в Штаты. Вот, и поддержать её, потому что с этой патологией... Ну, люди, в принципе, лет до 40 можно было выжить. И чем решилась эта ситуация? Девочка погибла. Ага, и помощь не успела, да? Не успели. А мама потом подала в суд, что вы разместили фотографии? Там такая история случилась. В общем, её... К ней один человек привёз уже распечатанное заявление на прокуратуру, и она просто не читая. А зачем ей это нужно было? Ну, этот же человек к ней приезжал, там, ну, оформлял инвалидность, вот, в общем, благодушными, якобы, там, намерениями. Мой коллега, это всё такое, неприятная история. Ваша деятельность в живом журнале, ну, это просто материал для книги какой-то, да? Я так понимаю, что вот первая книга уже издана в феврале, она была напечатана, книга «Паразит». Я вот читаю, на самом деле, вот, в Амурской области появился первый пострадавший со смертельным исходом. Думаю, боже мой, у нас же грипп свиной в области. То есть у меня сразу же ассоциация. А почему в Амурской области навлекать сюда эту заразу? Ну, собственно, мне просто нечем. Я, кроме Амурской области, в общем-то, практически нигде и не был. Вот. И я езжу в командировки, собственно, вот в эти посёлки маленькие. Я могу, знаете, как я точно могу описать там, где я был. Мне было сложно описывать, допустим, там у меня дальше будет история происходить в джунглях Амазонки. Мне пришлось там перечитать много информации, хотя бы приблизиться, что там как есть, рассчитывать какое-то расстояние. Ну, то есть вы пишете о своей работе и в блоге, и в книге. И я так понимаю, что и продолжение, вы говорите, будет какое-то. Книги? Да. Ну, это я ещё не знаю. Как ваши коллеги относятся к тому, что вы такой пишущий доктор, доктор Белл? Ну, в общем, с пониманием, да. Ну, то есть у меня нет осуждения. И даже начмед читают. Это, в общем-то, я без негатива к своей специальности пишу и без негатива к пациентам такой. Бывает, что пусть лучше, ну, вот я пишу нейтрально, а уже пускай комментаторы уже сами разбираются, как судьи в этой ситуации. Ну, вот особых каких-то проблем вы не описываете. И также вы указываете, что и в политику вы не лезете, и ещё в какие-то. Но, тем не менее, есть же проблемы, да, которые вы видите как профессионал, как человек, который болеет за своё дело. Вот какие бы вы сейчас могли бы озвучить проблемы, которые могли бы решиться сверху? Ну, да, мне некоторые вещи не очень нравятся, что происходит. Ну, допустим, закрываются фельдшерские пункты, да, некому фактически давление померить, там, таблетку дать. Ну, то есть с этих деревень уже там, где вот это всё дело закрылось, и средства начали перераспределять на какие-то центры, вот. И люди вот ещё декомпенсированы не только из-за алкоголизма, а просто люди не могут попасть в силу того, что у них вовремя, вовремя они дали таблетку, да, допустим, то же давление, да, там. Вот они запускают, они не могут оставить свою семью-то в деревне, там, что и там, и там надо хозяйство вести, надо дети у них, там. А вовремя они приняты, таблетка от давления того же, да, там, может привести к инсульту. И уж на к нам привозят уже тех людей, которые, ну, уже там везут в центр. А что их уже везти, если там уже инсульт, ну, уже, там, они без сознания. Когда можно было бы раньше решить эту проблему-то? Вот таких не вовремя принятых таблеток сегодня становится больше? Больше, значительно больше. Есть над чем подумать. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо за открытость. На самом деле, от врачей, конечно, этого ждёшь всегда. Спасибо. Владимир Шпенёв, врач-реаниматолог из Белогорска, к нам сегодня приехал и вот дал такое открытое интервью. Спасибо вам. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова